Субтитры делал DimaTorzok Меня слышно? Я задержку убрал, если что. Ну да, чтобы удобнее было общаться, все равно базарим. Дорова, дорова, дорова. Ой-ой-ой, сейчас. А как мне себя запаузить здесь? Как бы мне только чат включить. Так, сейчас, пацаны, настроим кое-что. Направленность микрофона, чтобы было все красиво. В фарте обновы. Ну, пацаны, сейчас вообще не до фарты, я вам так скажу. Здорово, 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 здорово. У Строго секс уже был, пацаны. Не знаю, но могу сказать так. Спал он не один, судя по его сториз. Вы, наверное, видели. Он там себе сделал женщину из полотенец. Так что, возможно, был. Но это не точно. Надо кушать, Строго заказать что-нибудь. Так, сейчас я хочу чат отдельно вывести, пацаны, чтобы можно было вас читать с компьютера. Будет удобнее намного. Чат в отдельном окне. О-о-о. Так, это мы паузим. Здорово, здорово. Фига, вас много так. Так, вы откуда? Рекорды будем бить. Вы что не спите? Бля, что-то даже раскопочка-то лагает. Лагает, да? Пацаны, а транса лагает, нет? Вчера такого не было, 100%. Транса лагает? Что скажете? У нас что-то с компьютером, слышите? Компьютер устал, по-моему, не выспался. Да. А, говорят норм. Короче, это у нас камера, возможно, лагает. Ну, ладно, тогда, пацаны... Все, красиво. Все, главное, что я чат вижу. Ну, что, как вы, как вы? Как жизнь молодая? Что, со строго? Все, нормально, со мной. Ну, он в бассейне, слышите? Строго уже вжился в элитную жизнь. Он в бассейне искупался, там в душах. Все красиво, да? Вообще по-четкому. Так, я хочу попробовать заказать Макдак. Молодость, согласен. Я тебе говорю, там просто не будет всяких бригмаков и так далее. Будет завтрак зато. Да, да. Так завтрак это имба Макдака. Ты уверен? 100%. Мне очень не нравится. А ты знаешь адрес, да? Сможешь заказать? А ты сможешь по геолокации. Здорово, здорово, пацаны. И сказать подъезд. Сейчас, ребят, кушать закажем. У нас сегодня глобальные планы. Пока не буду говорить какие, но я с утра позвонил, договорился вроде как. И, скорее всего, все получится. Где Арина? Арина вчера домой уехала. Сегодня вроде тоже с нами планируют день проводить, когда мы все там оживем, соберемся. Я, короче, два завтрака закажу строго. Там имба будет. Закажи себя. Ты не будешь? Не-не, мне не нравится вообще. Может камеру развернем? Она почему-то стену... Ой, она почему-то этот стол захватывает. Слушай, я ее развернул, чтобы там, если каравай, мало ли выйдет. Ребят, каравай, если выползет... Нет, тогда бустер. Дядя, где бустер? Ну, бустер отдыхает, пацаны. Вы же сами знаете график бустера. У вас сегодня басик. У нас каждый день басик. У нас вчера вечером был басик. Единственное, что... Мы что-то кондей, походу, там включили, и было очень холодно. Не знаю, я нырнул, пацаны, вышел, и все. И я понял, что, наверное, надо отдохнуть. И сегодня холодная вода. И сегодня холодная вода. Я не знаю, надо ждать, чтобы нагрелось солнце. Дим, сколько стрим будет? Ребят, часика, наверное, два, может быть, полтора. Потому что потом Илюха будет ролик монтировать. Мы поедем со Славой кое-что забирать. О чем я тоже не буду говорить. И после этого вам покажу. Ну, покажем, покажем. Дима, а где Дима? Сексу строго. Ребят, это самый такой актуальный вопрос, да? Я думаю, что он ее подрубится, если вечером сегодня он сам... Он только что ударился дверь. Нет, этот парень до вечера может и не дожить, ребят. Он только что себя дверью ухерачил. Ну, вы видите, в принципе. Где Каравай, ребят? Каравай спит. Каравай сегодня будем расшевеливать. Ему немножко, короче, некомфортно, видимо. Но он же никогда не тусил, да, там, компаниями и так далее. Ему немного некомфортно. Так что надо его сегодня, это, знаете, как это... Растормошить будет. Поэтому все красиво. Так, сейчас я пытаюсь заказать. Не понимаю, почему. О, все. Ну, что, обосран. Да нет, ребят, ну, это понятно. Прикиньте, человек, ну, не знаю, он живет очень далеко, где никого нету, и приехала тут такая туса сразу. Конечно, это непривычно. Но мы его расшевелим, расшевелим. Где Оринян? Оринян домой уехала. Диман, с кем спал, ребят, просто угадайте, с кем спал, угадайте, с кем спал. И с кем больше не буду спать по понятным причинам, расскажу сейчас. Есть версии, пишите. Блин, строго адрес нужен. А ты по геолокации не можешь? Нет. А оно по геолокации сразу тебя отмечает, и ты просто, я знаю, что вписать, и ты просто впишешь. Я просто не знаю сам. О, сейчас. С кем? Строго? Не-не-не-не. А что, да ладно, вы не знаете, вы вообще никто не угадал еще, с кем я спал. Я знаю, с кем я спал. Никто не угадал. Да, вот кто-то написал Exile. Ребят, никогда не спите с Exile, это основное правило тусовок, я вам рекомендую просто. Потому что, когда вы спите, понимаете, как бы вы спите с Exile, а Exile, блин, надо кушать срочно, а Exile, он считает, что он спит один, ребята. Рокси, здорово! Что там Рокси написал? Короче, ребята, Exile просто, знаете, вроде все засыпают там, чтобы вы понимали, огромная двуспальная кровать, все засыпают довольно комфортно. Но когда я проснулся утром, я почему-то подумал, что меня вытесняют с кровати. Здорово, здорово, Рокси. То есть он просто, как бы, знаете, Exile в позе, я не знаю, вот он в распятии лежит, как бы на кровати. Мне пришлось его руку отодвигать даже. QuickHantik, здорово, чек не ВК. QuickHantik, я бы с удовольствием, я хотел еду сначала заказать очень сильно, а потом все чекать. QuickHantik пошел нахуй. Наконец-то у Lixenorm Micro, вообще-то это мой микро, если что. Ну так, я не хочу ничего сказать, но это мой микро, как бы он у меня раньше был. Что значит, наконец-то у Lixenorm Micro? Сейчас не понял, было обидно. Lixen стримит форт, а я стримлю, заходите, найс, рекламка неплохо. Да, пацаны, какой форт, у нас здесь компьютер, если бы я, я не знаю, как вам показать, я stories, может быть, могу записать как-то здесь компьютер. Но, по крайней мере, я очень лагаю на вебке, хорошо, что у вас этого нет. Что, сколько вы спали? Рокси, мы спали. Так, я донаты вывел, не знаю, ребят, донаты приходят, не приходят. Сейчас, секунду. Я просто не слышу, я сейчас включу. Секунду. А ты, да, Диман, сколько поспал? Я, по-моему, еще 4 часа поспал. Я не знаю, я много не сплю прям, не могу много спать на выезде где-то. Ну, я, по-моему, нет. Потому что вчера... Портнайте, 19 секунд, новый сезон. Как у строго с Генсуха, ребят, все плохо. Ну, хотя нет, как она его потрогала, как бы, вчера. В принципе, все и хорошо, с другой стороны. Так, сейчас, пацаны, я сделаю все поменьше, миниатюрнее, чтобы все поместилось. Во, все красиво. Я мало спал, я лег где-то в 2, наверное, даже в 3, наверное, лег и проснулся в 7. Фортановый сезон, правда. Так, сейчас, донаты буду видеть, ребят. Не факт, что будет со звуком, все равно наушников нету, короче, но буду видеть. С кем строго спал? Блин, я не знаю, как вам показать. Он себе сделал женщину из полотенец. Я сегодня утром хотел взять полотенце, я хотел утром сегодня взять полотенце, чтобы, по-моему, вытереться вообще не было ни одного. Ну, у тебя там какой-то... Ты же фрикуешь. У тебя там в комнате просто... Я с девочкой спал, какой-то... С какой девочкой там, может, у него полотенце сложил? Какой девочкой? Просто сложил там полотенце. Не надо. Она ушла на утро. Чтобы вы понимали, вчера такая стопка полотенец была, а сегодня вот, Тони, одно осталось, я его ухватил. Кто еще уехал? Да, в смысле, мы вчетвером. Мы вчетвером. Я, Строго, Каравай, Эксайл, все. Все остальные уехали. Гоу, Фортик. Да, пацаны, тут комп очень рискованный. Здесь, если я запущу Фортик, выключится стрим. Одно из двух выбирайте. Либо я играю Фортик без стрима, либо мы с стримом общаемся. Сделайте голосование, пожалуйста. Трейлер нового сезона на канале Фортнайт. Никиром, спасибо за 50. Да я сейчас не смогу посмотреть. Мы только на телефоне, если сможем посмотреть. Бустер тоже. Да, 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 все уехали. Но, ребят, у нас три спальни. У нас три спальни. То есть мы могли бы чисто теоретически, там, Каравай, не знаю, со Строго бы лег, и одна кровать была. Но нас было очень много все равно. Бустер Крида позвал. Я не знаю, но вроде нет. У меня сегодня ДР, братишка. Артем, с ДР тебя. Сколько тебе, лято, 18-19 исполнилось? Если тебе 18, то все. Ты знаешь, ты свободен. Тебя как воздушный шарик отвязали. Просто лети, лети куда хочешь. Главное, не поднимайся слишком высоко, чтобы солнышко не подпалило тебя, и ты не свалился опять вниз. Ух. Вам разрешили бассейн стримить? Что значит разрешили? Бассейн, в принципе, можно стримить. Злой, здорово, блин. Как бы мне в ДС зайти? Мне в ДС никак не зайти, я не знаю. Как бы мне зайти в ДС? Было бы вообще имба. Подними настроение. Вот для этого и запустился. Сейчас поднимем все, что можем. Мне кажется, с такими лагами лучше в Дискорд не заходить. Я тоже. Ну, нет, я даже элементарно пароли не помню, во-первых, Дискорд. Я сейчас не смогу зайти. А во-вторых, не очень удобно. Злой. Мы тут грязюку наваливать сегодня будем. В прямом смысле этого слова, кстати. Скорее всего. Арина, да, Арина уехала. Арина уехала. Ты еще... Да я еще в постели. А что это ты в постели? Ну-ка, просыпайся там. У тебя через 40 минут стрим уже. Кокос с Аринян. Да не, Арина уехала, ребят. Арина уехала. На утро. На утро уехала. Я выхожу, ребят, в туалет. От строгой такая выбегать. Знаете, на цыпочках. Тихонечко, типа. Еп. С вами Ян Еп. На трейлере показали, что будет 6 видов тачек. Неужели? Прошло. Прошел год, они поняли, что нужно добавлять транспорт. Ково 2. Дим, сколько вы сидели вчера? Ну, я говорю, до 3 где-то. Инсайт здорово. Ну, 6 видов тачек каких-то добавили. Я сегодня посмотрю, кстати, трейлер обязательно. Подвинь камеру. А куда ее подвинуть? Это, наверное, что-то сеньки было не видно. Да просто вдруг там Илюха или Каравай выйдут. Ребят, ситуация такая, что Илюха или Каравай в трусиках могут выйти. Да. Поэтому лучше не поворачивать. Да. Там будет очень не очень удобная ситуация. Пикантная, я бы сказал. Где Школяр? Ребят, Школяр тоже, возможно, сегодня будет на связи. Он уже писал ВК с утра. Так что я думаю, что все устроим. Ты сегодня кино смотришь вечером или нет? Нет. Просто трэш? Да. С девочками? А если девочек не будет? С мальчиками? Что ты будешь делать? С тобой, Эликс. О, нет, меня не будет дома. Я уйду. У меня сегодня свидание, ребят. Сегодня на свидание иду. Пускай Генсуха в трусиках. Да ее нету здесь. Тестить обнову, ребят, ну, через 5 дней. Тут я вряд ли что-то смогу потестить. А, кстати, завтра, единственное, завтра будет стрим. Я не знаю, я у Славы попрошусь. Я, наверное, завтра у Славы врублюсь, потому что мне нужно... Там будет жвачка 5, викторина, розыгрыш для вас. И его нужно провести по-любому завтра в 12 часов. Так что где-то ждите подруг. Вот. Там будет опять этот ведущий, который был со Славой, довольно забавный, Вячеслав. А, еще, короче, прикиньте, вообще у меня кожа просто лезет. Я сегодня... Я пипец. Я как это, как шелуха. Просто шелуха. Дим, где обнова? Сегодня будет. Сегодня. Go Room Tour Stories. Хорошо, я покажу, но только надо прибраться немножко. А, Алексей, да-да-да, Алексей, Алексей. Да-да-да-да-да. Да, не Вячеслав, Алексей Пчелкин. Да-да-да-да-да. По-моему, с ним будет. Будет забавно. А, Вячеслав. Вячеслав. Ну, Вячеслав Пчелкин, кто должен... Подождите, как звали этого чела из бригады Пчелкина? А, Виктор. Виктор Пчелкин. Почему Юля ушла? Ну, ребят, все сняли свои номера. Алексей, не, Виктор, Виктор Пчелкин. Пчела. Вы что, какой Вячеслав Алексей, блин? Виктор. Фри где? Уехал спать. Кто? Не выслушал. Фрик, фрик. Диман, гоу видосы посмотрим. Да, ребят, здесь с компьютером сложности. Тут даже ничего не посмотреть. Единственный видос, который вы можете видеть, это вот. Ну, и в силу того, что я не выспался, не на многие вещи я готов. Хотя бы покушать бы. Как там строго? Он остудил свой пыл, блин. Ребят, не знаю, но мылся сегодня долго. Мылся минут 20. Отмывался, не знаю. Наверное, да, строго. Так я вначале срал. А, тогда понятно. Тогда нет, ребят. Отмена. Отбой. Откатерпой ситуации. Ликс гоу хоррор. Хоррор по приезду будет. Вчера строго чуть... Вчера строго ручка вот так вот дрожала просто. Да это правая. Правая. Так я-то знаю, что с правой. Почему и правая дрожит уже сама. Слышишь, на автомате тянулась. Еле сдержался. Дарова, 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 дарова. Ой, пацаны, жрать охота. Надо строго кушать нам заказывать, мне кажется. Да давайте 10 уже подождем. А что в 10-то будет? Да в 10 нормальный Макдональдс будет. Блин, а для меня-то завтрак, там вредные бургеры и всякая хрень. А тут кашку привезут. Ну, я не знаю. Можно вообще не Макдональд заказать? Эх, как-то в Макдак. Там кофе имбалансное. Согласитесь, пацаны, в Макдаке кофе имбалансное. Проблема в том, что я не знаю, какой адрес ввести. А-а-а. Давай, короче, сейчас. Все, я сделал, я сделал, я сделал, я сейчас адрес добавлю. А ты знаешь номер дома? Да. Я тебе добавлю. Можешь адрес ввести? Сюда вот найти его. А, нет, так не знаю. Я думал, ты пишешь, и там, где нужно квартиру и так далее, то я впишу. Уверен ты, что это? Ну, почти. Ну, квартиру знаешь? Ну, плюс-минус. Бежи, пожалуйста. Давай. Полихату, да? Ребят, тут охрана серьезная вообще. Вы что, не пускают? Ликс, покажи банки. Ух, ничего себе, раздуло, ребят. Это после бассейна мы вчера... Я вчера подтягивался, там штука такая есть. Хватаешься за нее, чисто. Блин, я по приезду обязательно куплю камеру. Вот такую, как у Илюхи, 64-00. И будет круто. Будет хорошая картинка. Камера эта имбалансная. Это, конечно, с вебкой вообще не сравнится. Это хата бустера. Еще нет. Еще нет. Ну, хата имбалансная, ребят. Хата очень большая. Диман, тосты бери. Не, знаете, что я взял? Я взял завтрак, кофе, два оладушка, каша и с беконом. Сэндвич. А Илюха спит? Ну, такой он, типа, полувялый. Ты можешь его зайти. Он, я думаю, ответит на вопрос. А какой он? В левый, в левый, в левый. Илюха, ребят, всю ночь, как это, всю ночь работал. Сколько комнат хата? Это три комнаты и огромный бассейн. Как в отеле, знаете, Чилзона. Чупа Хироу, здорово. Здорово, здорово, пацаны. От такого количества холестерина. Да я немножечко пойму, аж не все съем. Строго сегодня бокс, не забывай минус лицо. Стоит, разблокируй, я сейчас навешу. Ку всем вопрос. Ага, спасибо. Сейчас, ребят, заказываю, иду. Только вопрос. Блин, он мне не дает адрес сменить, представляете? О, все. Дает. Доброе, доброе, доброе утро. Ребят, сейчас, секунду, не все вижу, потому что заказываю. Блин, кстати, я могу без очков стримить. Вот на этом расстоянии я все вижу. Вот на этом только не вижу. А, слушай, прикол в том, что Макдак-то у нас особо-то и нет. В каком смысле? Ну, а, стоп, есть. Так, клюкву изюм. Кто остался, кто уехал? Нас четверо сейчас. Я, Илюха, Каравай и строго. Каравай отдыхает, спит. Строго не спит. Вот. И Илюха спит. Сколько будет длиться фрикхаус? Еще дня 3-4, наверное, плюс-минус. 20-го, по-моему, назад, я не знаю, или 21-го. Пока не ясно. Посмотрим, как пойдет. Зрение хуже станет. Что зрение хуже станет? Наоборот. У меня по-другому. С такого расстояния. Не, у меня зрение, знаете, как работает, ребята? Я, короче, вот что заметил. Я вам так скажу. Если я буду сейчас... Ну, мы сегодня, если на природу поедем, у меня зрение на природе очень хорошее. То есть я начинаю дышать свежим воздухом, у меня вообще имба зрения, я не напрягаю глаза, очень круто. Если я начинаю дома постоянно сидеть, все, у меня зрение падает. У кого так? Плюсаните. Мне кажется, это так и работает. То есть на природе куда-то, когда вы идете гулять, у вас 10к зрителей. Самые легкие 10к зрителей в 9 часов утра. За 10 минут. Да, за 10 минут. Доброе утро всем. За 20. Блин, знаете, вот что не хватает, ребят? Как думаете, что не хватает здесь? Девочек. Строго только о девочках думаешь. Пацаны, напишите, как думаете, что здесь не хватает? Какие планы у вас на сегодня? Злой я напишу в фрихаусе, пока говорить не буду. Дины, но Дины, само собой. Дина, само собой, бустера. Да, да, вот. Большими луками. Ваде не хватает. Жалко, блин, Ваде нет. Вот реально, Ваде бы очень понравилось. Нет, с Вадей мы следующую делаем. Ну, следующую с Вадей точно через 5 лет. С огромным просто домом. Через 5 лет. Не, надеюсь, у нее раньше получится. Нет, нет. Все открыто. Мне было бы интересно узнать ваше мнение Алексея Шевцове. Заранее спасибо. Он просто похож на меня, ребята, и все. Так мы разные. Такое мнение ты планировал услышать? Да, Алекс, мне кажется, на Туле уже легче 30 минут подождать. Да не, не, я уже заказываю. Все, все, я уже. Уже 20 минут заказывать. Чтобы вы понимали. Да я же... Матки, Костыч, Макрисский, Злой приедут. Я думаю, что вообще вся бригада приедет, ребят. А когда? Ну, что ты будешь? Ну, вообще собраться все вместе, да. Фига себе доставка дорогущая в Москве. Так ты, скажи, на сумму просто не набрал, чтобы было 170 рублей. Ну, я в Петербурге каждый день не набираю на сумму, и там получается 400, а здесь 630. Сейчас. Они же в Украине. Куда все уехали, они приедут, они по домам. Алло. Какие-то звонки непонятные. Вот, они же приедут, ребят. Да. Слушайте, скажу вам, ну, никому не говорите, просто залетаете в Москву, в Тиндере лайки, я не знаю, в два раза быстрее идут. Мне столько уже налайкали. Сегодня буду обрабатывать. Я тоже буду сегодня ликс обрабатывать. У тебя Тиндера нет, строго. Он мне нужен, понимаешь? Почему Юичку не пригласили? Если честно, мы, по-моему, кстати, не знаю, ну, возможно, мы сегодня ее позовем. Я не знаю, наверное, потому что все тогда довольно быстро собиралось, ну, по крайней мере, вчера. У Эвелона блок на 5 лет, но да, но у него же суд, у него же суд. И если все будет нормально, то будет четко. Диман, ты присмотри застрого, а то к девочкам полезет. Да, нормально, все нормально. Ребят, полезет, полезет, а что делать с ними, не знает. Легкий кибербуллинг утренний. Подумайте насчет стримхаты за границей, но это хорошая идея. Главное заранее компьютера все выбрать. Почему вы не поедете к Ваде? Во-первых, границы закрыты. Мы, может быть, и поедем. Сейчас закрыта граница. Короче, самый популярный вопрос утра, это где Оринян, когда она приедет, что было у Строгос Оринян. Она еще здесь и так далее. Ребята, а как вам Марина вчера вообще? Как? Секос? Плюсаните, если секос. Что скажете? Ну и Генсуху, конечно. Да вообще вчера все девчонки круто выглядели. Согласны? Особенно там в этих велосипедках пришли. Я когда увидел велосипедки, девчонки, я понял. Все. Согласен. ГГ. В велосипедке жопа заживала иногда. Да, да. В велосипедке, это на самом деле, это читерская одежда. Она реально. С этим надо очень аккуратно перед парнями. Пожилые, как дела? Да нормально, нормально, ребят. Так вот чилим, чилим. Чилим происходит. Диман, трейлер. Да не, ребят, тут комп очень тяжелый на подъем. Очень тяжелый на подъем комп. Да, он почему-то сегодня лагает очень жестко. Вчера такого не было вообще. Ты как-то тихо сидел. Мне тебя жалко стало. В смысле, ну я что, мне орать надо было, что ли? Я сидел, и мы играли вообще нормально. Я на чили был вообще, после колянчика особенно. Да, сегодня пятнадцатый сезон выходит. И я думаю, что Вадя его будет стримить. Пятнадцатый? Пятнадцатый же, да, сезон? Какой пятнадцатый? Я уходил, был одиннадцатый. Пятнадцатый? Нет, люди пятнадцатые. А, тринадцатый. А что пятнадцатый? У людей там уже пятнадцатый выходит. Прикиньте, живу в Сибири, город Кызыл, и меня закрыли на две недели. Но я говорю по-разному, по-разному, в разных городах, в разные режимы. Ура, сегодня выдача аттестатов, наконец-то я больше не школьник. Братишка, тебя ждут большие дела, не останавливайся. Максим, тоже нужно его забрать. Ну вот, и вспомните историю про Шарик, которую я рассказал совсем недавно. Стрим басики будет? Если бы у нас был ноут, наверное, да. А, может быть, будет, если мы рубанем удлинитель. Нет, нет, он был бы. Бустера, походу, у Вайтера и спрашивают разрешение. А, да? А, может быть, да. На самом деле можно, по идее. Ну, я думаю, вообще правила не нарушаются. А вы хотите стрим с басика, пацаны? Вы стрим с басика хотите? Не, ну, в басике там, как это... Блин, мне это так слово грязюка. В басике грязюка будет, ребят. Ваське будет грязюка. Где все? Ну, сегодня сейчас утро. Мы все попозже будем встречаться. Хотя по сториз Байолу проснулась. Арина, да, но Арина сказала, что она не в купальнике будет плавать, ребят. Вот тут сложная ситуация. Я не знаю, как вы с этим какое-то переживете, но она будет без купальника. Поэтому придется... Без купальника. Придется докручивать фантазии. Без купальника. Она еще об этом не знает. Минус 10к. Где остальные? Что за минус 15к? Что это такое? Минус 10к, минус 15к. У тебя же купили за балл канала. Розыгрыш или что-то такое. А, пацаны, сегодня в ВК розыгрыш ножа. Да. Росат, проспайм ссылку, пожалуйста. Да, там сегодня роль над модерой у меня. Розыгрыш на... Диман, снимай больше сториз. Злой, да я не умею эти сториз снимать, понимаешь? Я бы с удовольствием... Я просто не умею их снимать. Мне кажется, просто снимать это не очень интересно. Злой, лучше 3 сториза интересных, чем 10 как у тебя. Фига, за что злого? Да не, ну просто пора... Я не знаю, что снимать. Типа просто... Я не знаю, что говорить порой даже в момент сторизов. А уф, все пишут. Злой, слышишь? Мне кажется, при встрече со Строган нужно поговорить, будет серьезно тебе. А что он ничего не написал еще? Сейчас напишет. Схавал? Злой, ты схавал? Как тебе рука генсухи строго? Садитесь на эту улыбку. Строго, а можно же аттестат потом получить? Ты спрашиваешь у человека, который еще не получил аттестат? Я не знаю, мне похуй. Вот он. А что он схавал? Он даже ничего не написал. Сейчас напишет. Сейчас он приедет. Звонок в дверь, это злой. Так, а мне Макдональдс-то едет мой? Вот что мне интересно. Кристина, привет. Кристина? Где Кристина? Кристина! Меня держат в заложнике. Если бы Кристина приехала, ты бы с ней затусил? В смысле затусил бы с ней? Ну погулять-то можно, конечно, почему нет? А то Дина не приедет. Она не приедет же. Крис, давай завязывай там с делами. Мы сегодня тусить едем, присоединяйся. Что он написал? А мне не видно, Крис Сваев. Мне не видно. Арина без одежды только для строга. Я тут. Так, 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 так. Я что-то походу пропустил. Что за? Вчера бустер и арм-рестлинге уделали. Но, ребята, вы же сами поняли, что ситуация следующая. То есть в арм-рестлинге бустер может быть и не силен. Ребят, у него техника ударная. У него этот Герман стоит дома. Он постоянно практикует удары, там, апперкоты. Сбок. Что Крис пишет? Куда ехать? А, я тебе скину адрес. Злой написал школьник, повтори. Да не, злой, ты схавал. Клипуй просто смотри клип. Уберите задержку. У меня нет задержки. Я убрал задержку, потому что я не могу тогда с чата. Ну, это нормально, на самом деле. Ну, типа, здесь мы ничего особо не делаем. Что мы здесь сможем? Не, ну, вчера, кстати, понимал уже, где-то под конец, примерно, какая задержка. Дим, привет. Так я строго в ДС, кроваю в личку Твича, написал про комп для вас. Они не ответили. Могу тебе написать. Мафия, спасибо за 50. Да не, мы с компом-то решили. Видишь, сейчас, наверное, мы не будем прям заморачиваться там, не знаю, еще со стороны. Не, понимаешь, Мафия, может быть, ты даже нормальный чел, но ты можешь потом что-нибудь сделать с теми данными, которые мы введем. Поэтому это слишком тупо. Да не, даже не то. Просто сейчас эта суета, наверное, не будет неуместна. Очень все распланировано сейчас будет. И комп есть, стримы идут, общаться можно, вам нормально. Слышно нас главное и видно все. Поэтому у вас ВБС задержка, но она небольшая. Она небольшая. То есть я убрал задержку, я убрал задержку. Ну вот смотрите, плюсоните, плюс поставьте. Раз, два, три, четыре. Ну, пять секунд. Пять секунд. Это нормально. Да. То есть это небольшая задержка. Не, не, пять секунд, даже четыре. Я быстро считал четыре. Здорово, здорово, ребят. Блин, я завтра офигеть. У меня завтра вся кожа начнет слезать. Ликс, ты бухаешь? Не, не, не. Но честно, вчера вот столечко виноградного сока за компанию с ребятами. Так, нет, я не люблю бухать. Чуть-чуть это нормально. Какой битрейт? Шесть тысяч, по-моему. Да, потому что интернет лагает тут тоже. Ну, вчера лагал вначале. Но потом быстро все пофиксил. Строго бухал. Строго вообще говно был в ноль. Да ладно, я шучу. Строго нет. Нет, никто не бухал. На самом деле все молодцы. Вообще не бухают. Ну, очень мало кто пьет. Да и те, кто пил вчера, знаете, это не было. Знаете, как раньше вечеринки такие устраиваешь, когда все в ноль просто ходят, там в бассейне потом в одежде купаются. Такого не было. Все культурно, красиво, на самом деле. Да, мы все культурненько. Все нормально. Пацаны, надо только каравай как-то нам расшевелить. Какие есть советы? Надо... Хочется... Я придумал, что мы пойдем гулять, когда в центр магаза поедем, мы каравайю пикап-курс устроим. Будет к девчонкам подходить, знакомиться. Это его должно расшевелить. Иначе он стесняется. Его нужно снять этот, как это? Расширить его границы мира. Я вообще так расширил его границы, это пиздец. В смысле? В смысле? А, ты своист? Я думал, ты про каравай расширил. Я думал, что вы там делали. Строго вчера вообще с девчонками пообнимался. Понял, что это несложно. Наизин. Че по дивану, а че по дивану. Нормальный диван. Ну, развернуть его вряд ли получится. Блин, было бы так охуенно сего. Ну, блин, а зачем тебе? Будет неудобно, на самом деле. Ну, для стрима удобно, а так неудобно будет. Я не могу, ребят. Ребят, я не могу повернуть камеру. Может, мне сейчас выехать? Я тебе попозже напишу, Квихантик. Сейчас мы подтвердим, что мы поедем туда, куда я позвонил. Там двери видно будет. И там может выползти каравай голенький, либо Илюха голенький. Причем неважно кто, но если там сверкнут чем-то, то все. Ну, когда будет еще некрасиво. Смотри, слабо-хлесткие. Вот люди телосложения слабы, они хлесткие. Он типа может, знаете, типа быстро, да, хлестнуть, знаете, как плёточкой, плёточкой. То есть у вас не синяки будут оставаться, а такие красные пятна. Строго дамский угодник. В каком классе? Так он закончил же. Димасу строго был секс или поцелуй? Да, секс 20 раз был. 20 раз, ребят, за ночь. Парень на всю жизнь натрахался, теперь больше не будет. Ты заказал ей Деникс? Да, ну я вот сейчас проверю. Не, ну он едет, курьер едет еще. Фадя пишет, во сколько новый сезон? Ребят, во сколько новый сезон? Че, не верьте, что пишут. Ликс без очков просто уебий. А, секс. Я думал, Том. Сорян, братишка, я не увидел. Димас, строго был секс, скажи, поцелуй? Да, поцелуй был. Так. Да ладно, ладно, спасибо, пацан. Засмущайте меня, засмущайте. Строго, строго называй Ликса дяди Димой. А вчера мы с Ликсом делали арморрестлинг. Не, он получился. Не, ну я просто даже, я бы на самом деле, если бы я не качался, просто я вам скажу такую тему. Когда вы старше, я вот помню с батей, когда в детстве пытался тоже армрестлинга мыть. У меня батя не накачанный, но просто за счет того, что он больше живет, и я не знаю, он руками что-то делает постоянно, у него просто руки сильнее и все. То есть ты можешь даже не качаться, ты за счет возраста, у тебя руки будут сильнее. Но я тебе скажу так, если бы строго, пацаны, если бы строго ходил в зал, качался, он бы, возможно, меня поборол, потому что у него здоровое телосложение. Ты сколько весишь? 85. Ну вот, если он правильно будет армрестлинг делать, то он меня может победить. Да, Димас, для твоего стрима готов? Да, видно будет. Да, видно. Да, чтобы никто не вышел. Давай. Блин, все, давай микрофону задвинем, если вдруг что. Давай. Давай. Раз, два, три. Куда ты там за диван тащил? Ты приказываешься или что? Нет, ну мне неудобно тащить, ну, я просто, у меня упора нет. Но я могу держать. Ты куда ты корпусом? 85 килограмм. Ну, короче, если он правильно будет весом работать, он нормально может армрестлить. Сейчас руку донением уже аккуратно. А у кого такое бывало, что вы с кем-то там с друзьями армрестлингом занимаетесь и, знаете, резко напрягаешься бывает и дергаешь? Это так больно, вообще. А есть кто занимается армрестлингом, полюсаните? А, хотя сейчас другие. Ну, сейчас, смотри, блядь, злой там. Сейчас злой, не знаю. Пацаны, армрестлинг не равно дрочка. Я на всякий случай уточнить хочу. Как мне нравится, когда чат начинает все плюсы. Роксимонармрестлинг, инсайд, да. Там они армрестлеры. Один армрестлинг у всех. Джастнера, сдереть тебя, братишка, сдереть. Не останавливайся перед недостигнутыми целями. Достигни их, ставь новый. Че, у тебя рука болит? Да, че тут болит. Она сейчас пройдет, у меня тоже болит. Это нормально, ты напрягаешь, когда без разминки. Так, связки можно порвать. Да, 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 вы смотрели фильм? Да не, Кокоса. Не, ну, не, Рокси, блядь, перед тобой я даже не буду нахуй. Да, да, не, Рокси там забей, Рокси вообще может тоже надавить как массу. Рокси, блядь, и в армии побывал. Фильм был изо всех сил со Сталлона. Кто не смотрел, посмотрите как раз про армрестлинг. Может, я как-то на стриме посмотрю. Пацаны, вот этот фильм просто, он настолько имбалансный, настолько мотивационный. И там как раз вот именно про армрестлинг. Когда он еще в этой кипчанке сидел и такой, я переворачиваю ее, у меня силы какие-то включаются дополнительные. Х, ты бухой? Нет, ребят, я просто мало поспал. Я сейчас, я взял с собой притреник. Я сейчас поем, чтобы на голодный желудок его не пить. Выпью притреник и буду бодрячком. Как пришел к идее стримов в таком возрасте? А я на самом деле вообще пришел к идее видосов в таком возрасте. А потом, ну, стал общаться вот с Вадимом, познакомился с ребятами. И как-то плавно, они просто больше стримерами, как были для меня. И я тоже плавно стал стримить, и так вот получилось. Перешел на Twitch и все. Ну, а видосы сейчас в Fortnite, пацаны, не играю. То есть, не играя в игру, тяжело очень делать видосы по ней. Но, надеюсь, новый сезон это исправит. Посмотрим. Где загорел так четко. Блин, я бы вам показал, я не знаю. Он очень красный-то. Блин. Ну, вам, я не знаю, видно вам? Вам не видно будет, наверное, я пипец, как бы. Ну, то есть, я вообще, контраст нужен. Не, не видно там, а свечи. Там, я вообще прям красный, ребят, вообще красный. Смотри, как тебе девочки себе пишут. Какой мальчик, да? Да не, ну, серьезно просто. Я не знаю, как сгорел, у меня лицо уже начало облизать. Я жду, когда живот начнет облизать. У нас есть хамам. Кто? Хамам, ну, баня, баня, хамам. И я думаю, что если я в нее схожу сегодня, то завтра у меня как раз вот все это начнется, весь процесс. 15к, до 20к добиваем срочно. Блин, в 9.47 15к это что-то нереально. Вадя, 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 где? Во сколько, Вадя, привет. Во сколько новый сезон, ребят? Здорово, Вадя. Вадя, тебя здесь не хватает, братишка. Как ты? Я уже проснулся. Доброе утро. Блин, и в Destiny залететь, пообщаться даже. Все лагает. Уже? В смысле в 9 был? Вы серьезно? Походу, Вадя, ты немного проспал. Серьезно? Да как он мог? В 13 часов он, да какой уже в 9? Вы что, рофлите? Никогда такого времени не было. Не, не, в 13, 13. Мне кажется, это розыгрыш. Трейлер? Да я не знаю, как трейлер посмотреть, пацаны. Я бы... Так если трейлер вышел, то в 100% уже был сезон. Я просто звук не слышу. Ну, давай попробуем трейлер глянуть. Сейчас, пацаны, попробуем. Матрикс 38 рублей залутал. Так, а я ничего? Вы аккуратно с РСНКом? Да, 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 мы аккуратно. Так, никто. Спасибо за 20. Строго тебя мама не ругала за то, что эти стат не получил. Ну-ка, Диман, отправь его домой. Ребят, через 4 дня сам уедет. Строго вчера обещал айфон купить. Ну-ка. Это что это ты такое обещал? Я? Да. А, ну это для Ариночки. Я вспомнил, для Ариночки. Уф. Не, она просто сказала, знаешь, как будто у меня не айфон. Изи развод на айфон. По неопытности строго. Какой ты написал трейлер айфон? Ой, трейлер. Я трейлер айфон и трейлер, блин. Бля, Диман. Я не выспался. Ребят, трейлер айфон. Сейчас первый айфон посмотрим, самый, который выходил. Бля, что тут аси. Не, ребят, тут отмена, слышите? Тут очень сильно лагает. Почему-то очень сильно лагает. Тут забейте, тут вообще еле-еле, да? Зовите срочно, максимально срочно друзей, чтобы было 20 тысяч онлайна. А я могу сейчас на телефоне, кстати, включить трейлер. Да. Мы типа будем видеть. О, еще один лайк в тиндере. Да что ж они делают? Что в Москве? Девчонки такие активные. Мужики, он такую девочку. Ну, конечно, для меня милфочка чистая, но для него такая сосочка. Он такую девочку нашел себе. Да почему трейлер айфон-то я пишу, господи? Не, он говорил, он такую девочку показывал. Давай, давай девочек пикапить на улице, сделай стрим на улице. Но вообще, вообще, это, по-моему, запрещено на стриме показывать это. Это факт. Не, не, не. Ну, там, да, это личный, да. Ну, то есть, ты палишь лицо, по-моему, нельзя. Не, 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 не. Даже на ютюбе стали лица замазывать, нет? Не, там правило есть, то, что нельзя показывать, знаешь, всякие представления чего. Не, понял. Там, когда начинаешь трансляцию, я считал просто. Короче, я хотел сделать, хотел сделать видос, как мы ивент смотрели. В итоге мне скинули видос за час до отъезда из дома в аэропорт. А им-ассист убрали без рофлов. Не, братишка, если это так, то Fortnite умер. Так. Вадя не приедет, что ли? А он не может ведь приехать. Нюхайлик с машиной биться, давай, до чего отдохнуть. Ты делаешь росписи, с ними расписаться, я не знаю. Даже Лэйн ролик выпустил, как летать в Fortnite, ё-моё. Лекс, ты не делаешь эти росписи? Делаю. Ну, мне в ВК, мне здесь, ну, я потом смотрю, но, ребят, сейчас я не знаю, как я буду росписи делать. Если он не забудет, то, значит, после стрима. Да, спасибо, Ян Класс. О, тысяча, а, бля, я еблан. Не, 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 это просто тысяча. Что за отель? Это не отель, это хата, ребят, Никита, это хата, спасибо за 20. Какой у вас рост? Сколько рост там, строго? Ну, метр восемьдесят, ну, строго, блин, короче, они все высокие. Они все высокие, ребят, я сам, ну, почти самый низкий, можно сказать. Я с Серегой, как Серега Дисаут, он тоже низкий. Серега, это, бля, вообще забейте. Знаете, кто самый, кто выс... Бай, ёл, она огромная. Ну, как огромная, она такого же роста, как я. Она огромная, почему нету трейлера по Fortnite, то я не вижу у них в этом. Вот, и Наташа чисто, вот такая, по грудь стоит такая, мили-шмизи. О, Вадя, по-моему, что-то написал? Я, я коротыш, метр восемьдесят. Ну, метр, Вадя, ты все равно метр восемьдесят, это не самый низкий рост. То есть, тут, ну, тут все за метр восемьдесят, практически все. Что-то мне пишут. Строго, брат, как закончил год, ну-ка строго, похвастайся оценками. Не любил учиться, не люблю учиться, похуй плюс похуй. Слышал бы сейчас учительница твоя, она тебе диплом не отдала, твой аттестат. Есть вместо, ну, она, конечно, мне настала нормальных оценок, я не буду лучше ничего говорить. Короче, учительница по... Ну, бля, строго метр... Не, я не метр восемьдесят шесть, а метр восемьдесят три, метр восемьдесят четыре где-то, Вадя. Блин, я не могу найти Fortnite trailer, прикинь. Они что дали... Вот Fortnite. О, 50 минут назад. 50 минут, да. Просто? Третий сезон написано. А, ну, третий сезон. Сейчас, ребят, я включу просто, чтобы быть в курсе, что видели вы и что видим мы. Ну, короче, будет вода, это факт, будут акулы, я так понимаю. Ой, я, похоже, знаю... Ой, все, я знаю, что за идея у них этого, господи. Я знаю, что они взяли за идею. Я знаю, что они сделали. Не, Раф, я это говорил за стрим, а не за все время. Я правильно понимаю, что карта будет полностью новой? Только, пожалуйста, сделайте полностью новую карту. Да, с христианого мапа. Я очень на это надеюсь. Если будет не новая мапа, это очень печально. Короче, а не знаете, что замутили, ребят? Новая мапа будет, да? Да, она написана, да. Хуй там. Где? Короче, не ясно. Новая, да? Непонятно, или опять частично. В общем, проблема в том, что они взяли... Диман, глянь бы, Катя, Вадя, написал. Сейчас. Короче, они, знаете, помните фильм «Водный мир»? Кто смотрел? Там, это, ключик. «Водный мир»? Да. «Водный мир» пришел. Это еда. Еда пришла. «Водный мир» пришла. Тут лагает. Вадь, тут все лагает. Короче, не получится в ДС зайти. Я не знаю, как. Если только с телефона. Тут просто славен комп старый. И мы сюда все подключили. И, короче, прям лаги. Тут вторая камера у нас была. Я не знаю. В общем, я когда даже передвигаю АБС-ку, у меня прям картинка подтормаживает. О, красава. Спасибо. На. Найс, ребята. Найс. Изи еда. Строго. А есть? Дай, пожалуйста, салфеточки какие-нибудь. Или вот эти там были большие. Что-нибудь, чтобы я просто поставил. Во. Да, имба. Спасибо. Как тут? Задержка на всякий случай нужна. Но вдруг что? Вдруг, я не знаю, кто-то задедосит сайт, упадет, чтобы айпичных не спалить. К примеру. Чтобы нас тут не дедосили. Ну, мы же сайты не открываем. В принципе-то. Так-то, если посмотреть. Это, к примеру. Это бред. Сколько росту каравая. Каравай тоже, да? Высокий. Каравай тоже высокий. Высокий, но скромный. Надо его немножечко скромность. А то, знаете, ребят, мы ее... Фу, это что? Это каша. Мы ее немножечко... Подубавим. Вадя, ответь сейчас. Вадя, соляный вопрос. Мне 18. Какой 17? Что, Вадя написал? Или... Так я... Да, Вадь, да. Мы уедем, скорее всего. Я где-то в 11, там, ну, к 12 ближе. Я со Славой уеду. Нам кое-что забрать надо. Да, 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 конечно. Подожди, а... А когда нам сезон-то будет? В час дня. А, в час? Ну, в час это как раз и... Но в час... Да, 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 Вадь. Это вообще четко. Зайди в группу. Типичный фортнайтер. Все, мы посмотрели уже. Пусть Слава задержку уберет. Там же все свои, ничего такого. Да задержка, ребят, может быть, вечером уже не будет задержки. Но мы просто... Мы не смотрим... А на самом деле, какая разница? Все равно мы тут чат не читаем, донаты не читаем, ничего не читаем. Не, а зачем? Ну, просто... Ну, не знаю смыслу. Ну, вдруг-то что-нибудь произойдет. А как? Такое-то ничего не может произойти. А вдруг-то... Ну, блин, вдруг... Ну, строй... Надо-то охуяриться, как и начнет... Не, ну, ты про это... Не, ну, тогда... В любом случае. Сейчас каравай просто голенький выбегает. Ребята, я в бассейн такой с попкой и побежал туда. И все. Кстати, это так смех смехом. Знаете, с утра встанет, настроение хорошее, приподнятое, такой крованет. Ну, только настроение приподнятое. Да-да-да. Побежит головой, что он... И что? И так бы оффнули трассиатся. Короче, ситуация сложная, пацаны. Ситуация сложная. Нас и вася, что-то перестало болеть. Ну, да, так она, наверное, так проходит. Главное, главное ее не тормошить лишний раз. Так, все, пацаны, я еще. Я надеюсь, стоит этот... Кто? Сейчас. Нет, а что-то... Надо стоить нормально. Вот это. У меня все модеры вроде делают. Вот это, чтобы стояло. А. Строго уложил в постель-то? Бля, а я, у которого 16 лет, рост 192. Слушай, ну тебе в баскетбол надо, братишка, с такими данными идти. 17к, нужно 20 тысяч. Лексу. 17к сейчас? Жесть. Спасибо, пацаны. Всем привет. Сколько у тебя фолловеров в инстаграме? У меня там 120, по-моему. Мне кажется... Я просто не знаю, есть люди... Ребята, присоедините, кто есть, те, кто вообще не спит. И мне кажется, во сколько бы стрим не включился на стримхате, человек просто заходит. Есть такие, кто вообще круглосуточно не спит? У меня порой такое впечатление складывается. Есть такие? Вот РРСАТ 100%. РРСАТ 100%. Потому что есть люди... Ну допустим, вот я утром запускаюсь, да, мы там утром со злым постримили. Потом Каравайчиком, мы с Каравайчиком там что-то поделали на стриме. Потом запускается бустер. Потом Вадя, потом строго. И одни и те же люди на всех этих стримах присутствуют. То есть человек просто 24 часа на 7 в стримах. Я не понимаю, когда люди отдыхают. Хотя стримы это отдых с другой стороны. Блин, пацаны, вот чат так лететь сейчас стал. Я не все сообщения, кстати, успеваю. Старайтесь коротко писать. Строго замути Саринян. Ребят, он уже готов, мне кажется, сорваться. Какой у тебя рост? Метр шестьдесят пять у меня. У меня уже два часа. Зачем бустер сделал стримы по подписке? Ну, чтобы ничего в чат не залетело. Ты и машина на фоне всех. Спасибо, бес, за 100 рублей. Да не, ну я просто широкий сам по себе. У меня батя широкий. У меня батя в свое время хотел стать акробатом в цирке. То есть он прям, ну, он нездоровый, да? Но у него очень широкий вот этот плечевой поиск и торс. Очень широкое тело. Да-да-да, вот рама два Ван Дамма, это про него было. Получается, я выше тебя, да-да-да. Но у меня небольшое. Так мы же тут, мы на стриме сидели на каком-то из утренних стримов. Мы сидели, базарили. Напишите, вот сейчас напишите просто в сантиметрах у кого какой рост. Посмотрите, сейчас средний рост у людей выше 180. Просто напишите рост твой. Без всего, просто рост цифрами. Вон, нахера, метр восемь. Вот, я говорю, сейчас в принципе людей средних выше стало. Посмотрите. Метр семьдесят, то есть. Метр восемьдесят. Ой, наш будильник. То есть в основном метр восемьдесят. То есть есть кто пониже, понятно, но это скорее... Их не так много. Очень много, очень много. Раньше такого, раньше люди ниже были. То есть сейчас почему-то люди выше становятся. А, прикольно. Не, не буду. Точно? Ты ел это? Я не ел, а не буду. Это прикольная тема. Ну смотри. Скоро двести пятьдесят ка. А сколько сейчас у него фолловеров? Просто если сейчас зафолловятся, то двести пятьдесят ка на изи будет обить. Сколько сейчас у него у Димана фолловеров? Сейчас чел с ботами налетит этот. Изи вообще будет. У меня двести сорок четыре. Сколько? Двести сорок четыре? Двести сорок четыре, да, ребят. Двести сорок четыре. Ну слушай, я за два дня, наверное, наберем. Тихонечку. Расскажи, как заработать на ПК для стримов в шестнадцать лет? Диман. Шестнадцать лет. Братик, начни с какой-то подработки для начала. А дальше, возможно, тебе и стримы не нужны будут. Не знаю, мне кажется, желательно... Подработку ты где имеешь в виду? В жизни или в интернете? В жизни. Ну... Мне кажется, в интернете, если ты... Если ты, грубо говоря, хочешь, то это будет легко. Ну, как легко? Ну, как легко? Ну, вот что бы ты делал? Смотри строго. Я бы рисовал, мне кажется. Рисовать это самое легкое. И монтировать видосы кому-то. Это самое легкое то, что можно научиться. Ну, согласен. Но монтажеров очень много. Нужно отличаться навыком и пониманием. Это тоже так же, знаете, как с челами строго, блин, добавь, друзья, ударь его по-братски. Да, ребят, на стриме нельзя. Не, с Диманом кинты прям. А я такой говорю, да не, на стриме нельзя, ребят. Короче, схема такая, дружище. Неважно, чем ты занимаешься, главное, делай и не сиди без дела. То есть, чаще всего, не знаю, мне кажется, мы больше времени проводим в раздумьях, прежде чем что-то начать, чем начать делать. Вот, и если ты хочешь именно стримить, если прям это для тебя идея зажигает и так далее, и тебе не хватает денег на компьютер, ну, вот строго классно сказал, монтаж, там, не знаю, превьюшки, научись рисовать, научись работать. Потому что, если ты хочешь стримить, тебе по-любому с этим надо научиться работать. С этим научиться работать несложно, и ты сможешь сразу получать быстрые заказы. Есть эти сайты фрилансеров, фрилансер, там, Workzilla. Ты можешь брать там заказы, я, когда начинал монтажи, я брал там заказы. Я брал, ну, как заказы, один заказ там взял, сделал, и денег мне не заплатили. Даже, вон, если по Илюхиному видосу посмотреть, вон, 20 баб... А-а-а-а-а-а-а... Че? Ничего. 20 бабок, 20 бубликов. Привет, Дима, как дела? Как считаешь, наш сезон будет? Я не знаю, надо смотреть, тяжело сказать. Fortnite сейчас непредсказуем. Я его в отвиске с кальним девушкой, они писали мне на стриме. спасибо свиги спасибо короче тебе нужно просто плюс-минус вот знаете как я пришел к ютюбу я рассказывал много раз уже то есть я хотел научиться монтажу чтобы брать заказы от рекламных компаний на создание какого-то видеоролика например рекламного я вообще даже не думал о ютюбе и какая логика у меня мышление было чтобы не научиться делать монтаж мне нужно монтировать видосы где это можно делать на ютюбе приятное с полезным совмещать я начал монтировать и в итоге я вот переключился вообще на игровую тематику и это стало основной деятельностью да так же и здесь просто найди какие-то ну похожие деятельности и чтобы одна тебе помогала помогала реализовать другую вот так вот как-то рассуждай если хочешь заниматься стримами тебе по-любому надо научиться работать с монтажными программами с фотошопами и так далее учись тогда развивайся в этом направлении то куда спасибо пусть добавит добавь чсв добавь человека здорово диман ванек диман покажи без у куда ребят да сколько можно то пусть он строго покажет строго пусть строго пусть покажет битку артист после строго после строго запускает серёга и так ваш стрем и смотрел три дня подряд нифига себе братик это аккурат не спать надо на на туре сейчас заходит сначала к тебе потом кровать потом к воде ой потом бустеру потом платье потом да потом еще кому-то не но тут на самом деле сказать надо одно только спасибо таким челом которые прям всех поддерживают смотрят это очень круто привет дим удачно стремишь на след можно заработать если хочешь начал заниматься музыка 14 теперь продаю музыку и обработки голоса под заказ 16 лет студия на 300 к плюс и главный заходе вот ребят отличный пример допустим я могу привести пример своего времени когда не было таких возможностей в интернете не на ты просто рост полметра тупо рост полметра метра если бы куда пофиг свиги там строго решила решила просто свиги почему ты его не добавляешь короче в наше время вот я привожу пример всегда своего хорошего знакомого но сейчас мало правда общаемся но тем не менее в универе мы учились параллельных группах и довольно плотно общались он всегда занимался какими-то движухами то есть он работал в ну помогал в небольшом аэропорту где там кукурузники всякие он помогал сайт сайту по продаже автомашин то есть он там разбирался что-то настраивал то есть он вообще он себя в любую движуху просто погружал он занимался сайтами занимался самолетами он там интересовался обучением да то есть он постоянно постоянно что-то делал и я вы знаете я на тот момент на тот момент можно было сказать что тело серега зовут вот серега довольно быстро добьется успеха и так и получилось то есть по человеку заранее видно добьется он до либо будет будут какие-то преграды на пути каждый может добиться но я говорю тут нужно нужно вкалывать тратить свое время чем вы больше времени тратите в молодости тем больше времени вы освобождаете потом ближе к среднему возрасту к старости пусть он прям сейчас зайдет на youtube и посмотрит вот он что-то делает в телефоне сейчас и спасибо за 100 я где-то полгода занимаюсь монтажом и photoshop но комп не всегда позволяет так проц всего 17 и это полный пипец но братишка надо по чуть-чуть ну то есть нету такого что сразу бам да и ты купил все крутое но только если тебя какие-то родители либо у тебя просто не знаю упала сверху большая сумма денег то есть по чуть-чуть по чуть-чуть но ты со временем ты должен набирать обороты то ты должен видеть свой рост если у тебя например если ты два года ну вот давайте на стримах пример приведем если вы два года стримите у вас два года 10 зрителей или ладно давайте 50 зрителей два года 50 зрителей и ничего не меняется наверное вы что-то не так делаете надо посмотреть надо взглянуть на ситуацию и что-то поменять бифшекс бифштекс бифшекс я не знаю бифштекс котлета котлета мясная можно так сказать грубо говоря кусок мяса бифштекс как ты считаешь есть вариант попасть в баскетбол 19 лет при росте 95 но баскетболом раньше не особо занимался просто многие говорят что уже поздно ну блин насколько я знаю спортсмены самого вообще детства занимаются но я говорю есть очень много интересных историй когда люди добивались чего-то того если у тебя есть предрасположенность к этому если у тебя есть данные данные у тебя есть да там как минимум рост но надо пробовать надо посмотреть но вообще в 19 вообще с детства конечно лучше заниматься но пробуй есть талантов много талантов есть люди которые я не знаю там какие-то невероятные вещи делать может и один из таких людей почему юичку не позвали я уже ответил на этот вопрос и я уверен что с юичка увидимся что я тебе про что и говорю что здесь тайсон 20 занимался все в твоих руках передай ему что я обиделся даю ему только пять сфиги это девушка на что сразу засуетился сразу так вот тебе уже написали добавь такой жучара ребята а всего пацаны короче чтоб строго добавить в друзья лайфхак даю просто пишите от имени девушки все просто давай давай поверни камеру не могу ребят там будет комнаты видно и там может голая голая ситуация возникнуть что свадьи водя где-то был на стримчике он на воде будет стримить ребят и этот сезон новый а если маратликс о чем я громко слышно близко очень я ну сорян я просто я не вижу иначе я чат не вижу я очки не взял сегодня линзы купить надо опа битрейтик скачет битрейтик скачет сейчас секунду наверное нужно будет f5 нажать какой-то момент не знаю смотрите подождите сейчас битрейт скачет прям вижу его но все сейчас нормально блин кстати и люха гений какой-то такой ракурс камеры что второго подбородка не видно надо у себя поставить может отжимания со строга не знаю но можно пока пока мне можно отжаться будет сейчас попробовать стать я нам сейчас мало я не форме сейчас ну я не знаю давай десять раз отожмемся а что димас расскажи где где все это вообще планы скоро будут планы в инсте от чекайте в инсте подписывайтесь на инсту чекайте скоро будут планы скоро будут сторисы в слава должен за мной скоро заехать все две минуты осталось чтобы он зашел так с виги тебя ждет ты вк зайди это еще и девочка богатая я захотел научиться монтажу начал начал пилить хайлайты по фортнайту пока что все идет гладко может потом фриланс вот-вот то есть просто начните запустите вот знаете это как снежок с горы катнуть маленький катните все там увеличитесь я не знаю как запустить мотор он тут 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 и потом затарахтит заведется без очков ты не ликс где ликс верните ликса верните ликса вам разрешили стримить у бассейна ждем ответ и кстати я видел около метро старая деревня но бывает там но кстати в последний раз довольно давно был я не знаю как он видел я рассказывал же историю мы вчера выходим из поезда сбоевал и чел который в сапсане работает такое спасибо ребят за контент вот не поверите так приятно было прикольно неожиданно этому в москву когда уже принять при их мы прилетели приехали очень было круто не знаю дороге ман чувствует что ты себя моложе общаясь компании да я себя принципе никогда не ощущал даже старше 30 яс я всегда был моложе не знаю почему то есть всегда так было я вам больше скажу у нас все ребята почему-то наши нашего класса нашего потока как-то многих вот если вам показать вы не дадите что людям за 30 вот реально причем внешне и по разговору но может быть поэтому знаете получается заниматься тем чем занимаюсь потому что если бы я был таким серьезным дядькой возможно это был бы другой какой-то формат и наверное это было бы вообще не твич был бы не знаю я даже не представляю как бы это выглядело спасибо ребят за нато если что-то пропустил то сорян доброе утро у меня вопрос по поводу леновый легион те дают что-то за рефералку а то я зарегался по ссылке пока что топ 1 неделе держу тебе перепадет что-то ну да они смотрят но мы сайт там постоянно кладем спасибо ребят той поленовый легион там внизу есть ссылочка под стримом там копишь баллы один балл короче это один рубль то есть один килл один рубль и потом можно скидки какие-то что-то там купить можно игры но я потом расскажу про это за 30 бывает очень даже молодые паша тут плюс почему не побреешься я побритый я вчера брился я просто бреюсь не станком я сейчас танком побреюсь у меня кожа вся сойдет гэгэ будет а чем ты бреешься бритвы я такой уж как паник макс вадя подрубил уже ну нормально хорошо мы скоро будем заканчивать поставь себя повыше камеру бицуху видно я не могу сейчас поставить повыше камеру это будет неудобно строгой счет тебя задачу дай пожалуйста ложку там есть какая-то ложечка спасибо 20к ничего себе ну да согласен это такое да ребят подрубчик я говорю лайтовый утренний там доброе утро рассказать пообщаться чутка за флотис на димана димана нужно сколько 145 или 250 250 скоро будет уже 250 тысяч срочно follow нажать нужно а все уже гг все сведи строго отвалилась хочу начать заниматься стримами так и наконец вашей компании мне фотошопе так раньше занимался здесь премьер работа но вот немного как-то стрёмно вот стрёмно значит пробуй точнее не стрёмно не потому что неизвестность стрёмно значит пробуй фиговый совет это неизвестность для тебя но любой бизнес а стримы это наверное можно воспринимать с точки зрения бизнеса тоже потому что ты не знаешь что будет завтра да ну ладно ты не знаешь что будет через год ты не знаешь сегодня там тебя смотрят завтра тебя могут уже не смотреть поэтому ты в какой-то степени находишься в неизвестности также в бизнесе да то есть у тебя сегодня компания есть а завтра коронавирус и у тебя тебя закрывают причем закрывают без твоего желания и И никто не спрашивает. Надо пробовать. Может быть, это вообще не твое. А ты даже не начал, не узнаешь. Какое зрение? Минус один. Не мог бы ты сказать сайт для фриланса. Еще вопрос, как попасть в вашу компанию. Freelance, по-моему, .ru и Workzilla. Нашу компанию, да, братишка, честно, наверное, в таком формате никак, просто зачем вопрос. У тебя должна быть своя компания. Своя компания, в которой вы вместе будете развиваться. Байол, привет. Я видел, ты встала, ни свет, ни заря. В 7 часов в сториз. Главный ловелас. Планеты. Бизнес – это эмоциональные американские горки. Да, да, вот ребята, кстати, по поводу вот каких-то таких советов, мудрых, можно у Паши Рикиди смело спрашивать, он у него очень большой опыт, в этом. Ни одну собаку съел, поэтому он вам подскажет. Подскажет даже лучше, чем я, потому что у меня там в бизнесе не такой большой опыт, как у него именно в бизнесе. Кто с кем спал? Ребят, не отвечу, кто с кем спал, но скажу, сегодня будут другие составы. О, Марк, привет. Закажите нормальную еду, а не эти Макдональдсы. А я завтракаю всегда, Марк, я завтракаю чисто в Маке, тут кашка, ну, легкая. Я заказал. Строго вообще не понимает, что гробит тебя в Макдональдсе. Нормальную еду просто долго везти будут. Не, на самом деле, в Макдаке есть нормальные блюда. Есть блюда, например, ну, вот каша, да? Это обычная овсяная каша. Капец, там жарко. Я согласен. Обычная овсяная каша. Это имба. Просто быстро и удобно. То есть вот здесь в условиях мы бы могли заморочиться, приготовить. Ну, чтобы вы понимали, ребят, здесь даже, здесь плита инвентарная, это инвертарная называется, да? Инвентарная. То есть вот это заморочно уже делать будет. Потому что даже посуды не особо видно. Чтобы вы понимали, здесь такая плита, что, в принципе, можно спорить с людьми, что у них не получится ее включить. Никантик, Диман, ты сразу после стрима? Да, да, да. Сразу после стрима. Мне нужно славу. Мне нужно до славы дозвониться. А куда вы это? Или это секрет? Ну, для стрима секрет, точнее. Ну, я точно скажу, когда мы поймем, что поедем. Сейчас пока, да. Сейчас пока рано. Ребят, и булка осталась еще. Рейд Ваде? О, да. Ваде я рейд дам. Сейчас, сейчас. Буквально там еще, не знаю, минут 12 постримим. Всем привет, передает меня. Хорошо, Ника. Ника? Что за Ника? Ника, не, это этот, Ника Роу. Ника Кроу. Это не девочка. Блин, как же чел с ботами достал этот уже? Как подняться на Ютьюбе, начать набирать просмотры подписчиков, если делаешь лайв-контент, еще как придумать идеи? Ну, ты, кстати, в вопросе ответил. Надо придумывать идеи для лайв-контента, и надо делать так, чтобы, чтобы было интересно смотреть не только тебе, а людям, которые смотрят, которые находят твой ролик. Ну, и превьюшку надо обязательно иметь хорошую, чтобы люди видели твой ролик. Стримы по фотошопу 3дмаксу. Идея, не знаю, сложная. Знаешь, почему? Скучно смотреть. Если только... Ну, у тебя есть отличная закидочка тебе делала. Если ты сделаешь так, что эти стримы будут смотреть весело, то можно зайти. Марк, у тебя на стриме Глукомоле? Да. Ну, Марк, мы только с Диксом не снимем. Здорово, Аммигорь, здорово. Вот. То есть, такой формат. Всегда ищите, ребят, всегда ищите, как можно улучшить идею, как ее докрутить. Просто есть такая... Такие ребята, как... Кто шарит за 3д и вообще за фотошоп, назовите мне ребят, которые курсы свои продают на ютубе, в интернете. Самые популярные. Синема, как-то они называются. Напишите, пожалуйста. Да-да-да, сейчас я в Аде дам рейд, сейчас дам рейд. Синема, Синема, Синема. Синема 4д? Нет, сейчас челы написывают 100%, они знают их. Да нет, у них компания называется. Файн, не-не-не-не-не. Ну, точно знают. Нет, такие они самые, они чаще всего в поиске выдаются. Нет-нет-нет. Именно ребята, у них организация называется, не помню, как. Синема-то это 4д, понятно. Не вижу, короче, как вы их... Ну, короче, суть в чем. вот один из них чел проводит стримы. Они очень популярны, они же очень давно и очень популярны. И у него на стримах, по-моему, там человек 200 или 150, то есть это очень мало. Но я к тому, что это пока не очень интересно смотреть. Здесь нужно делать какую-то докрутку, чтобы было интересно. Ну, вот из серии. Одна из идей, например, да? Которую я хочу сделать. Ой, боты налетели. Прошли нахуй отсюда. Да какой же этот чел, я не знаю. Дурачок. Да чего ты это просто делаешь? Зачем? Здорово, строго, вчера жестко отжигал, пусть строго все-таки заберет оленя, наверное, заширил. Ребят, все в руках строго, как говорится. Помогают ли хэштеги? Конечно. Научитесь оптимизировать видео, это тоже очень важно. То есть я буду рисовать Дину скоро. И вот такой формат, да, например, вы хорошо рисуете, вы можете с кем-то попробовать договориться. Пусть там не с каким-то там крупным стримером. Договоритесь сначала поменьше, если у вас небольшой канал. И нарисуйте его в онлайне. Как-то договоритесь. То есть нужно как-то оживить контент, и это будет прикольно. Ну, к примеру, смотрите, рассказываю, самое легкое, как заработать, мне кажется. Если вы охуенно рисуете всяким стримерам, у которых по 200 онлайна, делать бесплатно за то, чтобы вас в группе они постанули. Короче, сделать им оформление, но только охуенно. Ну, кстати, нормальный стример, ну, не то, что нормальный стример, стример, когда увидит какую-то работу, которую мы просто так сделали, крутую, он репостит, скорее всего. Даже если не просить. Да, я так много раз делал, там, ну, ребята тоже. То есть это нормально. Ну, просто некоторые не видят этого, Дима, если делать видосы про бизнес и маркетинг, кому это могло бы быть интересно в Ютьюбе. Рики Ди, аудитория не очень большая будет, скорее всего. Да. Аудитория не очень большая. То есть, но я не знаю, насколько это будет конвертироваться в клиентов, если цель такая, конечно. строго, ой, не знаю, ребят. Строго спал с подушкой. Да с какой подушкой? Подружкой спал, а не с подушкой. Подружкой. Я вам покажу, с чем спал строго, ребят, сейчас стрим закончу. Строго спал с подружкой, вообще-то. Покажу вам. Передай Вилону, что он моет. А Вадя стримит серьезно или это рофл? Вадя запустился? Сейчас, запустилась. Почему так рано, это в час же сезон. Да, Вадя запустился. Запустился так рано, или у него дела потом, или что? Так. Мне нужно будет у Вади спросить его больше сидеть. Ребят, основное правило еды в Макдональдсе. Сейчас. Когда вы насытились, и у вас что-то остается, не нужно доедать, просто выкиньте. Правильно? Красава, как сказал, пиздец. Ауф. Так, ребят, чего я сейчас тогда кину рейт Ваде. Сегодня Ваде будет играть в фортик, сегодня новый сезон. Передавайте Ваде привет от меня большой. Мы все по нему скучаем. Надеюсь, в ближайшее время, ну как ближайшее, в какое-то время, которое короче 5 лет, мы увидимся вживую. Всем спасибо, кто зашел. Завтра, наверное, также с утра подрублю, может, чуть пораньше, потому что я рано встаю, не знаю, делать всего нечего. Пообщаемся, почилим. Может быть, получится что-то настроить, там видосики какие-то глянуть, сезон обсудить, потому что я по-любому уже посмотрю, как там новый сезон. Ваде от меня большой привет передавайте. Эвелон 192, да? Да. Вот, завтра еще викторина будет. А, завтра же викторина. Я завтра запускаю. Я, наверное, завтра вообще у бустера попробую, чтобы ничего не лагало, у Славы запущусь. Так, рейт. Сейчас. В общем, Ваде привет. Ваде сердечки, не знаю, что-нибудь там можно прислать. Пусть у твоих смайлики есть забалы, пусть у твоих смайлики забалы. Моих смайлики запасмайлики. Все чики-пуки, шито. У меня АМД топ, но если Ваде кинуть АМД топ, мне кажется, он тельтанет. Ну, пацаны, ну давайте АМД топ Ваде кинем. У тебя, конечно, да, смайли нужно сделать. Он скажет, пошел нахуй отсюда. Вот. Все, ребят, Ваде, короче, привет от меня. И до вечера чекайте истории там мои, ребят. Мы будем держать в курсе, что сегодня будем творить. Все. Всем чао. Всех был рад видеть. Ну, там до вечера, наверное, вечером по-любому кто-то будет подрубчик делать. Злой, злой должен включиться вот-вот. Все, пацаны, Ваде привет. Счастливо. Так, сейчас. Ты создал дубликат этого? Чего? Профиля? Нет. А как ты сделал? Ты просто поменял? Да. На моем профиле? Да. Красава, А что, это плохо? Да нет. Сейчас я не выключил еще, подожди. Хай.